В стране не хватает охранников, операторов котельной, патрульных и медсестер. Зато в избытке юристов, специалистов HR и экономистов. В целом четвертом квартале прошлого года численность занятого населения достигла почти 9 миллионов человек. Увеличившись чуть меньше, чем на 1%. По данным Финпрома, заметнее всего количество занятых казахстанцев увеличилось в столице. Годовой рост составил чуть больше 9%. В Итераусской области число занятых выросло на 4,1%. В Алматы на 2,9%. Наибольшее количество занятых работает в секторе оптовой и розничной торговли, ремонте автомобилей и мотоциклов. Это Народная экономика и я, Гульнара Жендагулова. И в нашей программе мы ищем простые и логические ответы на сложные экономические вопросы. И в списке востребованных специалистов – пилоты. Катарская авиакомпания начнет полеты в Нурсултан и Алматы с марта 2020 года. Прямые пассажирские и грузовые рейсы свяжут между собой Доху и Нурсултан, и Доху и Алматы. В ноябре прошлого года авиационные власти Казахстана и Катара подписали меморандум о воздушном сообщении. Документ предусматривает пятую степень свободы воздуха в рамках внедренного режима открытого неба в Казахстане, которое позволит катарской компании перевозить на самолетах почту и грузы. Сегодня товарооборот между Казахстаном и Катаром достиг 2 миллионов долларов в год. А между тем турецкая авиакомпания «Атлас Глобал» приостановила полеты. Компания банкрот. Этот перерыв стал вторым за последние 4 месяца. Финансовые трудности «Атлас Глобал» объяснила несколькими факторами. По словам руководства, террористические инциденты и попытка государственного переворота в Турции в период 2015-2016 годов привели к серьезным проблемам в авиационном секторе и значительному снижению пассажиропотока. Негативное влияние на состояние перевозчика оказали и резкие колебания курса турецкой лиры в 2018 году. Кроме того, авиакомпании потребовалось серьезно вложиться в процесс переезда в новый аэропорт Стамбула в прошлом году. А в Казахстане руку помощи предпринимателям, правда, только мелким, протянуло государство. Больше миллиона субъектов микро- и малого бизнеса в стране платят ИПН и КПН в казну. Вернее, платили до 1 января 2020 года. Вот уже больше месяца государство этот налог от этих предпринимателей не получает. И это не первая подобная поддержка. В стране успешно практикуется введением моратория на проверки бизнеса. Последний мораторий тоже заработал в Казахстане с началом нового года. Указ подписал президент. И это послабление стало логическим продолжением политики, обозначенной государством в президентском послании. Тогда Касамжимар Токаев отметил, что эффективный малый и средний бизнес – это прочная основа развития города и села, а значит и всей экономики страны. И для них государство и продумывает планы на будущее. Вводит моратории на проверки и освобождает от налогов. И еще одна категория налогоплательщиков, которая в этом году по-новому исчислять должны налоговые обязательства – это плательщики единого земельного налога крестьянские хозяйства. С текущего года вступило в силу изменения в налоговом кодексе, в соответствии с которым они должны будут исчислять свои доходы. И от них должны были исчислять свои налоговые обязательства. От этого налога, от дизельного земельного налога, крестьянские фермерские хозяйства в этом году на эти три года также освобождены. По данным Министерства национальной экономики, действие моратория не распространяется на проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку. Здесь хотелось бы отметить, что малое и микропредпринимательство – это порядка 97% субъектов МСБ, то есть подавляющая часть, она будет охвачена данным мораторием. Кто у нас является малый и микропредпринимателем? Малое предпринимательство – это индивидуальные предприниматели и юридические лица с количеством работников до 100 человек и среднегодовой доход, которых составляет 300 тысяч МРП. Микропредприниматели – это предприниматели с количеством работников до 15 человек и среднегодовой доход до 30 тысяч МРП. И ведение подобных мораториев для Казахстана – дело не новое. К примеру, опыт последнего показал – количество проверок сократилось примерно со 150 тысяч до 30 тысяч, то есть в 5 раз. И от нынешнего моратория в стране тоже ожидают большого эффекта. Последний мораторий был в 2014 году, действовал он около 9 месяцев, со 2 апреля 2014 года по 1 января 2015 года. Мы видели положительный эффект по данному мораторию, то есть конкретно на цифрах это более эффект дал более 100 тысяч новых предприятий было зарегистрировано за этот период. Также мы видели, что объем произведенной продукции вырос на около 55% за этот период. За 2019 год количество малых и средних предприятий в Казахстане увеличилось на 7%. Об этом сообщает Комитет по статистике Минэкономики. А за последние пять лет количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло в полтора раза – до 1,3 миллиона. Наибольший объем у производства приходится на малые предприятия – 18,2 триллиона тенге. Если считать в удельном весе, то почти 70%. Средние предприятия выпустили продукции на 5,2 триллиона тенге, индивидуальные предприниматели – на почти 2 триллиона тенге. Крестьянские или фермерские хозяйства – на 1,3 триллиона тенге. Хотелось бы отметить, что последний мораторий у нас был в 2014 году. По результатам данного моратория количество проверок снизилось на 44%. При этом по итогам 2019 года у нас количество проверок субъектов малого бизнеса, по которым проведены доначисления налогов, составило 80%. При этом сумма доначисления по ним составила всего лишь 20%. Такое внимание государства к малому и среднему предпринимательству в стране легко объясним. Малый бизнес – это прежде всего создание новых рабочих мест. Оперативный отклик на рыночные изменения спроса и предложения, пополнение бюджетов. Наконец, развитие малого предпринимательства – это рост числа людей, самостоятельно обеспечивающих достойный уровень жизни для себя и своих семей. Государство, давая только достаточно длинный период моратория на проверки, государство способствует созданию условий для бизнеса, чтобы была предсказуемость, чтобы какие-то риски могли свои модели правильно закладывать, оценивать. То есть нам необходимо взращивать средний бизнес, их укрупнять, чтобы у нас валовая добавленная стоимость от субъектов предпринимательства давала больше вклад в экономику. В прошлом году доля малого и среднего бизнеса ВВП Казахстана составила 29,5%. Для сравнения, вклад малого и среднего предпринимательства в валовой внутренний продукт России находится на уровне 17-20%, что в три раза ниже аналогичного показателя стран Евросоюза, США и Японии. От уровня развития малого бизнеса зависит степень развития экономики государства. На сегодняшний день Казахстан не только занял 25 место в рейтинге Всемирного банка, но и вошел в число стран, реализовавших регуляторные реформы в разрезе более трех индикаторов легкости ведения бизнеса в 2017-2018 годах. Их практика показывает, что развитие предпринимательства в стране – дело сложное. Ведь в современных реалиях на ситуацию в экономике страны может оказать влияние даже не объективные рыночные процессы, но и политика, и даже неожиданные причины, к примеру, как развитие неизвестной до этого болезни. Коронавирус сломал планы не только предпринимателям, работающим в туристической сфере, но и автопрому. Японский автопроизводитель «Хонда» заявил, что отложит запланированное возобновление работы завода в городе Ухань, поскольку вспышка коронавируса оказывает влияние на цепочку снабжения. Производственные линии восстановят работу не раньше 24 февраля. Изначально возобновить работу завода планировалось на прошлой неделе. Однако местные официальные лица дали инструкции компании «Хонда» отложить запуск на одну неделю. Это была программа «Народная экономика». Мы докажем вам, что каждое, даже небольшое изменение на финансовом рынке может иметь большое значение для ваших финансов. Вместе с вами мы заглянем в денежные копилки правительств государств и посчитаем чужие деньги, и подумаем, как сохранить свои. С вами была Гульна Рожанда Гулова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова